В БСМП номер один остаются 8 пострадавших четверо в реанимации. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести. Сегодня в больнице людей навестил временно исполняющий обязанности губернатор Омской области Виктор Назаров. Александр Никода чувствует себя уже лучше. Мужчина по-прежнему самообщительный среди выживших. Детали произошедшего, уставшую после тяжелой смены на работе, мужчина не помнит. Главное, остался цел. Выписаться хотел сразу же. В больнице я уже хотел домой ехать, когда меня проверили. А потом уже ночь меня протянула, я уже начал болеть. На второй день ничего, ничего. А вот всю ночь была мама дорогая. И не спалывал, и давление, и прочее, прочее. Сейчас Александру не до воспоминания о случившейся трагедии. Отец переживает за сына. Юноша в тяжелом состоянии, в реанимации несколькими этажами ниже. У него серьезная черепно-мозговая травма. 23-летний парень возвращался со своей первой рабочей смены. Сейчас в больнице остаются 8 человек. Четверо в реанимации. Жизни еще четверых ничего не угрожает. Будем надеяться, что все будет, что они поправятся. Во всяком случае, мы все для этого делаем. Силы есть, средства есть, кадры тоже все наличие. Травмы лица, черепно-мозговые травмы, переломы костей у большинства пациентов реанимации. Навестить пострадавших в больницу приехал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виктор Назаров. Самая важная задача, это чтобы все тяжело, у которых тяжелые травмы, люди могли прийти в сознание. Чтобы люди получили качественную и достойную медицинскую помощь. Сегодня все для этого делается. Одному пострадавшему требуется операция на позвоночнике. Сегодня его перевели в девятую медсанчасть. Николай Ювенко, Даниил Паршин, Антенна-7.